МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, толерадую компанию Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Первый в регионе сегодня открылся сервисный центр по обслугованию клиентов предприемства Гомеля Аблгаз. Информационная безпека. У Жлобини отбылся в учебно-методичный сбор супрацовников пресс-службов, органов внутренних справ. Рачный парад, молодежный флешмоб и историческая реконструкция. Завтра у Лоеве отбудется свято у Гоноргадавины вызволения района от немецко-фашистских захопников. А зараз обгэта меньшим, больш подрабязна. Павысить якость обслуговывания насельництва с одночасовым предоставлением максимальной колькости послуг. Сегодня у Гомеля открылся сервисный центр по обслугованию клиентов предприемства Гомеля Аблгаз. Сирот перших с ягомакчимостями ознайомилися наши корреспонденты. На плясосе каля будинка вытворчего управления Гомель Газ по улице Владимирова еще сранецы усталявали автомобили Москвиш после военного выпуска и 70-годовую перемогу. На обо двух надписы «Аварийная газовая служба». И хоть с историчной кропки гляджаня яны не отповедают с реалием, добрый настрой такая мини-выстава створая. Увогу ли Гомельский трест по газификации был створаный у 1960-м годе, а первый газ пришел у областный центр у 61-м. Теперь тяжко сказать, як обслуговывалося насельництва у той час, але умовы, створанные зараз без перабольшвання, можно назвать комфортными. По великим рахунку, у адным местцы можно отрымать увесь комплекс послуг, связанных с газификацией. Раньше здесь располагались только целевые подразделения, занятые непосредственно приемом граждан. Это представители службы учета расхода газа и одного окна. На сегодняшний день в рамках центра собраны представители абсолютно всех подразделений филиала, которые так или иначе связаны с оказанием услуг населению. И здесь абонент может решить абсолютно любой вопрос в пределах первого этажа. Комплексное обслуговывание – это способ пройсти у адным местцы у весь шлях, починаючи от заказу проекта на газификацию, до махчымасти звернуться у службу одно окно. Для зручности клиента у приема организованы с допомогой электронной чарги. Для батьков с детьми зарабили специальный куток с гульнями и книжками-размалевками. Оценить якость оказанной послухи можно с допомогой смайликау. Панели знаходятся каля прасовных местов у сих специалистов. На перспективу – обсталявание, якое дозволяя отрымливать информацию с биометричных пашпортов. С созданием сервисного центра в городе Гомеле предприятие открывает новый этап работы с абонентами. В дальнейшем мы планируем аналогичные центры открыть в городе Мозыри, Речица, Рогачеве. Потом идет город Светлогорск. И тем самым мы создадим для наших потребителей новые комфортные условия для использования услуг предприятия. Олег Шанцюров, Вольга Коновалова, Валерия Гапанько. Телерадио Компания «Гомель». Узнагороджение левших наставников и мониторинг ситуации с незаконным будовництвом. Сегодня у Гомеля отбылось и посаджение Гарвы Конкама. Захученными темами ознайомились наши корреспонденты. Посаджение Гарвы Конкама началось с урочистой подеей. В этом году переможцами республиканского конкурса профессионального майстерства в своих номинациях стали сразу два педагоги из Гомеля. Это наставница биологии средней школы номер 8 Марина Капцевич и географ 19-й школы Вадим Лосев. Причима пошне выиграл ясче и суперфинал. По сути, в 31 год я натрымал усе титулы, которые могут быть у педагога. Махчима проча одного. Наставник-методист, але и гэтую квалификацию яму присвоять просто три месяцы. У Гомеля наставника из наивысшей квалификации у сего 12 человек Вадим Лосев отрымал гоноровую грамоту Гарвы Конкама на 19-я школа сертификат на 2000 рублей. На умоцывание материально-техничной базы кабинета географии. До речи, своя на працовке Вадим Лосев утоивать от инших наставников не сбирается. Я думаю, что сейчас это даже больше возможностей, потому что существует огромный простор для интернет-технологий, коммуникации в системе ВЭП-2.0, то есть помощи дополнительных педагогов из Российской Федерации. Очень помогает издательство «Белый ветер» Мозырская. Так что я думаю, что проблемы для выпуска методического пособия, для выпуска книги, монографии не составят никакого труда. Сарод обмеркованных по час посаджения пытаний в ситуации с будовництвом объектов на территории Гомеля. Далеко не все они узводятся в ответственности с деючим законодавством. В списке порушальников, как промысловые предприемства, так и индивидуальные предпринимальники, которые будуют объекты разного призначения без необходимого дозвола. Шмот, кто из них лечит за лепшее, заплатить штрафы, легализовать по будову, чем проходят шматликие процедуры, узгаднения. И хоть у поравнания с минулым годом, колькость таких выпадков скоротилась оприкладно на 20%, а выключениями их поколень назвать не эльга. Кроме введения строительной деятельности застройщиками в соответствии с законодательством на сегодняшний день, в городе Гомеля имеются случаи о введении строительной деятельности без разрешительной документации, без разработки проектной документации. Наши застройщики все-таки считают, что этот путь самый простой, однако на сегодняшний день принимаются меры в законодательной базе, что самовольное строительство будет не таким легким путем, как кажется на сегодняшний день. Олег Синчаро, Максим Савин, Валерий Гопанько, Телерадио, компания «Гомель». Завтра же хоры в области могут звернуться по телефоне до представников мясовой улады. У гомельскими облаканками на пытанне грамадян откажет наместник старшини Владимир Прывалов. Телефон для совести 33-12-37. Огэтэшас примать звонки будет наместник старшини гомельска Гагарвы Конкама Сергей Андреев. Номер 51-45-58. Промые линии, які, звычайно, працуют с 9 до 12 годин. Сегодня у Гомельской области почали уключать оттепление у жилевым фонде. Потеплеют батареи так само у гостиницах и интернатах. У Гомеля процесс проходит у два этапы. Сегодня у Новобелецким, Чигуношным и Центральным районах, завтра на Сельмаши и у Советским. На пусконаладочные работы отводится 10 дней. Рашение об подаче тепла у жилевый фонд так само принято по усіх районах в области. Нагадаемо, тепляльный сезон у социальных объектах стартовал 14-го кастричника. У офисах и вытворчих будинках оттепление уключать после того, как станет тепло у домах городжан. Дареча, у гэтаи выходные у Беларуси похолодает. У нашем регионе на субботу в связи с моцными дождями обвешено штормовое попереджение. Ветер прогнозуется полночный, полночно-заходний, порывистый. У ночи будет до плюс 9, днем от 8 до 10 тепла. У неделю на большей части территории чекаются опадки. Температура поветра у ночи складе до плюс 5, днем до 7 тепла. У початку наступного тыдня заховается уплыв холодных поветранных масс. Ужлобин отбылся в учебно-методичный сбор представников подразделений информации и грамадских соведей, органов внутренних справ и внутренних войск в Беларуси. Мероприемство для системы МУС – традиционное. Выклики – новые. Подробности у Александра Хамоли. Докладность, актуальность и объективность – это журналистские принципы, неизменные для работников пресс-службов управления региональных подразделений органов внутренних справ. Еще не задача министерства – не только выдавать запотребованную грамадством информацию, но и делать это оперативно, просподручные читачам мессенджеры и каналы. Одним словом, присутничать в телефонах своих подписчиков. В учебно-методичный сбор – добрая пляцовка, как обменяться в опытом, думками и позначить новые задачи. В первую очередь для нас – это определенная возможность выработать механизм работы в информационном пространстве. Это обменяться мнениями, обсудить наши перспективные планы, с чем мы будем работать больше всего, с каким информационным материалом. И, конечно же, максимально выработать единый план для последующей его реализации. А сопростоять сегодня приходится непроверанной фейковой информацией и той, которая накеревана на дестабилизацию обстановки в Украине. Каждый день сопрацовники пресс-службы, одним из первых празд-телеграм-канал министерства, поведомляют об самых лучших здарениях, мерах профилактики и правоохранной работе милиции. Наши ресурсы меняются. И мы сегодня не просто максимально пытаемся развивать те или иные мессенджеры или социальные сети. Мы стараемся максимально, как можно больше, использовать видеоконтент, предлагать его другим средствам массовой информации, зачастую не используя себя. Об супрацовнице с подразделениями информации и громадских сувезей у министерства на сборы расповедали представники региональных сродков массовой информации. Сегодня важно быть цикавым для молоди, шукать трендовые способы подачи контенту, долучать молодых людей до отдела телевизийных и медиапроектах, поширать аудиторию своих подписчиков. Все должны знать о том, что молодежь в интернете преимущественно развлекается и отдыхает. Контент должен быть, наверное, не перегружен информацией. Прекрасно все смотрят картинки, видео, читают небольшие тексты. И нужно на этом делать упор. Александр Гамоля, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». На завтра у Лоеве запланованы шэра гурочистых мероприемств. У программы святкованне 515 годзя города и годовины вызволения района от нацистских захопников. Святочные мероприемства распачнуться каля 11-1 ранецы на территории пограничной комендатуры, якая носить имя Героя Советского Союза Миколая Сушанова. У Кастрычнику 1943 года пограничник Сушанов одним из первых форсировал Днепр и разом с іншими червонармейцами забеспечивал переправу подразделения. Военные тематы ци у программы у Вогуля уделена значная увага. Як чекается официйная, урочистости почнуться у 12 годзин со святом «Мой город за усёды молоды». Сюрод запланованных, а так само складанне вянкоу до монумента славы и братского похавання. Рочный парад, молодежный флешмоб и историчная реконструкция, форсирование Днепра. Если все нормально, опять же, сейчас карантин, граница, то вроде даже из Москвы к нам собираются ребята приехать. А так вообще, как всегда, традиционно военно-исторические клубы вообще всей Беларуси, потому что не так уж много сейчас проводится мероприятий, и ребята именно в униформе определенного образца приедут именно отреконструировать данный этап у нас истории Гомельщины. Третий працовный семестр завершены. Лепшие студотрадовцы и наймальники Гомельщины отрымали заслуженные узнагароды. Каб повиншаваць активную, инициативную молодця, так сама усіх, хто ёй допомагаў, ў зале Гомельского областного громадско-культурного центра собралася кераўніства регіона, молодёжного руху в області і інші гоноровые гості. Студотрадовскі рух па праві з'являець адным з пряоритетных на прамка ўдзейнасті БРСМ. Улады высока ценять ёго уклад не толькі ў экономік Украіны, але ибо увекавечанне памяти о Великай Айчынай вайне. Все лето Студотрадовцы Гомельщины працавали на найважнейших объектах країны. У их ліку беларускай атомная електростанція. Таксама, больші ак 200 маладых людзей з нашай в області ўдзейнічалі ў республіканскім вытворчым працоным праекці «Атлант-2020». Дзякуй медыкам! Пад такой назваў гомельская молодзь організавала серую флэшмобаў, каб выказаць патрымку і удячнаць ўрачам. Навучэнцы педагогічнага коледжі Мявы Гоцкага падрыхтавалі танцавальны нумар для супрацоніка ў Харацкой центральны поліклинікі по вулице Мазурова. 20 дзяўчат хотіли подяківать медыкам за самоданність пачас брадьбы з пандыміей, а таксамы крыху узняць настрой. Урачы назірали за флэшмобом, звокнал нового будынка і ветліво махали ў отказ будучим педагогам. СПАСИБО ВРАЧАМ! В это непростое для нашей страны время, как в целом и для всего мирового сообщества в период борьбы с коронавирусом очень важен позитивный настрой. И будущие педагоги в канун своего юбилея, в этом году 105 лет исполняются Гомельскому педколледжу, разработали такую концепцию молодёжных танцевальных флэшмобов. И мы посчитали возможным не ограничиваться стенами нашего учебного заведения и выйти к народу, выйти на улицы города. Гэтая, а таксама іншая новинная, информацию об проектах телерадио компании Гомель вы можете знайсти на нашым сайте у интернеті по адресі www.tvrgomel.by На гэтым выпуск завершенный, усягу доброго и до новых зустречу эфіры! Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Анна Карачук. Здравствуйте! Сегодня утром в Гомеле произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. По предварительной информации, автомобиль «Мерседес-спринтер» двигался по Реческому проспекту в условиях сильного дождя. В районе остановки общественного транспорта микрорайон молодёжный 33-летний водитель наехал на пешехода. 61-летний гомельчанин пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному разметкой. В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия. Обстоятельства устанавливаются. Если вы располагаете какой-либо информацией, правоохранители просят сообщить по телефону, указанному на экране. В результате наезда пешеход погиб на месте ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Граждан, располагающих какой-либо информации о данном происшествии, просим сообщить её по номеру телефона 69-30-50 в управлении Следственного комитета по Гомельской области. Госавтоинспекция напоминает водителям, не забывайте соблюдать повышенную осторожность при управлении транспортным средством. Во время сильных осадков и недостаточной видимости необходимо двигаться с включённым ближним светом фар. Выбирать безопасную скорость и дистанцию. Отказаться от резких манёвров, которые при неблагоприятных условиях могут привести к созданию аварийной обстановки. Кроме того, будьте предельно сосредоточенными при проезде пешеходных переходов. Пешеходам рекомендуем проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части. Не начинайте переход проезжей части дороги, пока не убедитесь, что все транспортные средства остановились. И переход для вас безопасен. Завершено расследование убийства 59-летней жительницы Гомеля. По версии следствия, в 2019 году 43-летний уроженец города Луганска приехал в Гомель. Прежде испытывал материальные трудности, которые планировал решить за счёт выгодного знакомства. Согласно материалам дела, обвиняемый в очередной раз приехал потерпевшей в гости. Они выпили, а после гость задушил хозяйку. Чтобы скрыть преступление, обвиняемый убрал в квартире. Перед уходом похитил золотые украшения, телефон, деньги и другие предметы на общую сумму свыше 9 тысяч рублей. Тело потерпевшей обнаружил её сын. На следующий день 43-летний мужчина был задержан в хойниках возле дома новой интернет-знакомой. С участием фигуранта проведён ряд следственных действий. При сборе характеризующего материала было установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности на территории Украины, в том числе за разбой, грабёж, мошенничество. В конце прошлого года был судим в Гомеле за совершение хищения мобильного телефона у женщины, к которой он пришёл на свидание. Также мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан. Расследование уголовного дела завершено. На основании собранных по делу доказательств мужчине предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь. Разбой, убийство, покушение на кражу. Расследование уголовного дела завершено и материалы дела переданы в прокуратуру для дальнейшего направления в суд. Сотрудники ГАИ пресекли незаконную перевозку топлива в Речице. Патрульные остановили автомобиль Volkswagen Passat на улице Мицкевича. Транспортным средством управлял 64-летний местный житель, который перевозил 160 литров дизельного топлива в 8 канистрах. Обстоятельства выясняет налоговая инспекция. За прошедшие сутки спасатели 19 раз выезжали на оказание технической помощи. Также зарегистрирован один пожар в частном секторе. На подворье в деревне Радуша Жлобинского района сгорели два рулона соломы. Обошлось без пострадавших. Причиной пожара мог стать поджог. Сегодня стартовала массированная отработка трех дорог М8 граница России Витебск-Гомель границы Украины Р-141 Жлобин-Светлогорск и Н-4739 Мозрь-Петриков. Цель мероприятия пресечь нарушения правил дорожного движения. В работе сотрудники ДПС будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением требований ПДД. Наряды будут выставлены в местах с наиболее повышенной вероятностью дорожно-транспортных происшествий. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Анна Крайчук. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомель и Металург одержали победы в очередных поединках хоккейной экстралиги. На Рысе принимали Оршанский локомотив. Хозяева открыли счет уже на первой минуте. Нестеров записал на свой счет результативный бросок. Ключевым стал второй период. Подопечные Сергея Стасия трижды вынудили оборону железнодорожников капитулировать. Сусло, Сушко и Рачинский отметились в протоколе заброшенными шайбами. В третьем периоде гости таки сумели лишить галки перорыси и сухаря. Савинов завершил голевой атаку. 4-1 победа Гомеля. Для Сталеваров поединок против Могилева сложился куда тяжелее. Ведя к старту третьего периода 5-2 Металург чуть было не растерял преимущество. В концовке жлобенчане не дрогнули и удержали победный счет 5-4. Завтра им предстоит домашний поединок с Локомотивом. Гомель ждет в гости Могилевчан. Два суперматча в один день. Седьмой тур чемпионата Беларуси по мини-футболу ознаменуются противостояниями команд из лидирующей четверки. Поединки пройдут в воскресенье. В 14.00 в Минске прозвучит стартовый свисток в игре между столицей и Оршанским Витеном. Обе дружины в нынешнем чемпионате идут без осечек, набрав максимум очков. В 16.00 в Гомель на паркете Номинальные хозяева железнодорожники. Светлогорский ЦКК в седьмом туре принимает у себя Лиду. Игра пройдет в субботу. В первой лиге футбольного чемпионата Беларуси в предстоящие выходные состоятся матчи 22-го тура. Представители нашего региона играют на домашних аренах. В субботу Речицкий спутник принимает Нафтан. Матч на стадионе Центральный в райцентре стартует в 14.00. В 16.00 на поле Центрального, но уже в областном центре Гомель начнет поединок против Слонима. Химик играется с Маргонью. Начало в 15.00. В воскресенье Локомотив ждет гости Лиду. Стартовый свисток на поле стадиона Локомотив прозвучит в 14.00. Во второй лиге завершился первый этап. Из пяти представителей нашего региона в финальную стадию пробился только Петриковский шахтер. Горняки заняли второе место в группе Б. Финальный этап стартует завтра. Впереди у шести команд шесть туров. Дружины, занявшие первое два места, получат повышение в классе. Бронзовый призер сыграет стыковые поединки с одним из аутсайдеров в первой лиге. Женский гонбольный Гомель завтра проведет очередной матч в чемпионате страны в Гродно. Команда Тома Житчаттера встретится с Городничанкой в начале матча в 18.00. В турнирной таблице Гомель на первой строке соперник на третьей. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...